МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Хочу домой» на телеканале Самарагис, программа о бродячих животных и брошенных нерадивыми владельцами. Мы рассказываем о приютах, о той помощи, которую оказывают волонтеры и всех тех, кому не безразлична судьба кошек, собак и других животных. Итак, что вы увидите сегодня в нашей программе? Как обычно, по традиции, видеовизитки о собаках и кошках, которых в настоящее время пристраивают из приютов в хорошие руки. Или, точнее, ищем новых ответственных владельцев. Двум собакам и двум кошкам нужен свой дом. Посмотрите и заберите их. В рубрике «Практические советы» сегодня мы покажем, как научить собак преодолевать барьеры, лестницу и для чего это необходимо. И, конечно, беседа в студии. Сегодня наш гость, руководитель департамента ветеринарии Самарской области Вячеслав Николаевич Ильичев. Все правильно сказали? Добрый день, правильно. Итак, первый вопрос. Самарское ветеринарное объединение, с какого года оно создано и чем занимается ваша организация? Так, чтобы для зрителей было понятно. Самарское ветеринарное объединение было создано в 2013 году, в марте месяце. Значит, в данное подразделение входит 32 структурных подразделения. Это районные и городские ветеринарные станции, которые занимаются поддержанием и проведением всех мероприятий, связанных с благополучием Самарской области. И также проводят мероприятия в отношении продукции и животноводства. Отвечаем за ее качество и ее реализацию. 32 станции по области, они занимаются только продуктивными животными? Или все-таки туда могут обратиться люди, у которых есть домашние животные, там кошки, собаки и другие животные? В том числе, значит, наши районные и городские станции могут и делают, оказывают, значит, услуги по лечению, профилактике, скажем, непродуктивных, мы их называем, непродуктивных животных, собачки и кошечки. То есть эти мероприятия мы проводим. А также сегодня актуальна проблема, значит, безнадзорных животных. Значит, все районные и городские станции проводят мероприятия по оказанию этой услуги, это как стерилизация. Значит, второй и четвертый четверг каждого месяца у нас проходит, скажем, льготная стерилизация, то есть цена гораздо ниже. Поэтому можно и нужно обращаться за этой услугой. Это делают, значит, в наших районах и городах. Кроме того, если там где-то возникают вопросы на данный период, нет такой возможности, у нас есть возможность после, скажем, организации, ну, поступлений заявок, значит, местная власть или администрация, что нуждается в такой услуге, мы собираем, значит, там, какой-то день определяем и направляем туда мобильную бригаду, которая проводит эти мероприятия. Это у нас есть сейчас такая практика. В Елховском районе мы это дело проводили. Ну, там ветстанция, значит, начальника районной ветстанции через социальные сети делает объявления, и находятся волонтеры, сами владельцы таких животных, и представляет от 16 до 18 голов, скажем, вот выезжает мобильная бригада, мы, значит, проводим эти мероприятия, готовим свои... То есть происходит стерилизация, вакцинация, кастрация... Да, кастрация, стерилизация, вакцинация. Как доводится та информация, о которой вы сейчас говорите? Ведь люди, они заняты своими делами, утром уходят на работу, вечером приходят, поздно на работу, да, и здесь, так сказать, надо как-то донести до каждого жителя, у кого есть домашнее животное, там, кошка, собака, вот именно информация о стерилизации. Вы знаете, мы эту работу проводим не только вот своими силами, своими специалистами в районах, мы проводим эту работу через волонтеров. У нас есть при департаменте ветеринарии общественный совет, куда, значит, входят ветеринарные специалисты частных клиник, куда входит наш аграрный университет, где, значит, мы проводим работу это через студентов. Значит, у нас есть, входит в общественный совет общественники и те, которые занимаются приютом, занимаются, ну, скажем... Вот в этот общественный совет может любой волонтер зайти, то есть любой желающий человек и сказать, хочу сейчас помогать в стерилизации животных, вот именно у бабушек, у дедушек. Мы, кроме того, что... Нет, общественный совет, он создается, как бы, вот регламентом определяется, там у нас определено количество, в которое входит в этот совет, возглавляет его декан ветеринарного факультета, то есть человек, который хорошо понимает это, значит, работает со студентами, с молодежью в этом плане, и мы таким образом вот взаимодействуем. А вообще у нас есть еще рабочие встречи с зоозащитниками, с волонтерами, где мы также вот общаемся, слышим их, объясняемся с ними, говорим, как лучше это сделать, и находим вот такое взаимодействие по проведению данных мероприятий. Вячеслав Николаевич, смотрите, вот большое количество ветеринарных частных клиник по городу, по области, в больших и малых городах. Вы как-то отслеживаете их деятельность, и вообще она контролируется, эта деятельность, и может быть, опять же, возможность заключить договора или какие-то контракты с этими клиниками для того, чтобы они помогали решению этой проблемы. Есть такая возможность? Какая-то мысль есть по этому поводу? У нас есть взаимодействие, я еще раз повторю, что у нас есть специалисты, которые входят в наш общественный совет. Вот они из этих частных клиник? Да, и мы их слышим, мы как бы общаемся, принимаем какие-то решения, как дальше поступить, а вообще контроля со стороны департамента ветеринарии или государственной ветеринарной службы на контроль частных этих у нас его нет. Значит, то, что мы их регистрируем, и когда они регистрируются, и приходят в департамент ветеринарии, то мы проводим их регистрацию, и на этом контроль весь заканчивается. То есть, а не важно там... Контроля сегодня нет, да. И у нас сегодня, как у службы, контроля нет. Мы, значит, в свое время, с начала 21-го года, все полномочия по контролю и надзору были переданы Россельхознадзору. А, Россельхознадзор. И вот у нас сегодня есть контроль-надзор, это за обращением с безживотных, ну, скажем, с безнадзорными животными. Немножко отойдем от тем, наверное, таких бродячих собак и кошек. Какова сейчас обстановка по болезням у продуктивных животных? Ну, то, что это живое все, значит, да. Наша-то цель поддержания, как я уже в начале своего диалога сказал, что поддержание эпизотического благополучия. Ну, есть вопросы, есть проблемы, значит, которые мы... Цель-то наша своевременно выявить и своевременно провести мероприятие по ликвидации или устранению данного заболевания. Значит, есть вопросы, есть вопросы бесконтрольного передвижения сегодня как живых животных, так и продукции. Вот не так давно все это, это ни от кого не скроешь. И это было, мы размещаем во всех, значит, средствах массовой информации, что был установлен гриб птиц на территории четырех районов нашей области. Это, значит, Шигонский район, это, значит, Клявлинский район, Исоклинский и Шанталинский. Значит, происходила реализация птичек, домашних несушек, значит, бройлерной птицы. На несанкционированных местах торговли или без ветеринарно-сопроводительных документов, в результате чего мы получили вот такую проблему. Ну, мероприятия были проведены, так скажем, оперативно. Сейчас мы считаем, что мы локализовали данные очаги и вынуждены были жесткие принимать меры. Где-то, может быть, может быть, они на самом деле жесткие, у кого-то возникнут вопросы, но другого способа нет борьбы с инфекцией. Причем этот вирус, он не только для птичек опасен, он и для человека опасен. Мы на период, значит, или на время инкубационного периода мы запретили реализацию, значит, живой птицы и продукции, не прошедшей термическую обработку. То есть это примерно, не примерно, а точно 21 день. Вот мы будем вот такие дежурства на всех этих ярмарках выходного дня, дежурят ветеринарные специалисты, которые не допускают вот таких, значит, реализации такой живой или продукции живых. Большое спасибо, вынуждены прервать нашу интересную беседу. Время смотреть видеовизитки. Для тех, кто не знает, что это, еще раз поясню. Мы представляем видеоинформацию о собаках и кошках и других животных, которым ищут новых владельцев. Самое главное – ответственных. И так смотрим. Сегодня двум собакам и двум кошкам ищем новый дом. Обратите внимание на собачек. Щенков было девять, но этому сильно не повезло. Ходила волонтер, подкармливала. Однажды пришла, а там у этого малыша не оказалось лапы. Взяли, вылечили. В одной из клиник увидела его Яна Денисова. Решила помочь с лечением и содержанием. В настоящее время щенку ищут владельца, так как у самой Яны уже есть две собаки. В туалет ходит на пеленку, но все чаще просится на улицу. Как к людям посторонним относятся? Он вообще хорошо. То есть если он видит, что к нему проявляет какой-то интерес, он такой, он к животным отлично, с кошками. У нас еще две собаки дома. Он со всеми отлично ладит. Дома, кстати, на удивление для щенка не хулиганит. Он там занимается своими делами, покушает, поспит. То есть такой вот прям очень аккуратненький щеночек. Идеален, если он кому-то попадет. Кто-то его решит забрать. Это прям идеальный щенок. Сейчас ему около трех с половиной месяцев. И назвали его Берни. Уж очень похож окрас на породу бернский зененхунд. Обратите внимание на этого щенка. Сделайте его жизнь счастливой. Позвоните по телефону 8 902 377 76 61. У этих двух рыжих котят есть точная дата рождения. Родились они 25 мая. Сейчас им ищут владельцев. Обратите внимание на этих красавцев. Они очень ласковые, очень мурлыкают здорово, очень активные, прекрасные кошки. А как они относятся к людям? Ну, у меня четверо детей. Вот. И они очень любят с ними играться, и ласкаться, и мурлыкают. В общем, очень даже прекрасно. Ну, как. Мне кажется, кошки они все добрые. Если вы ответственный человек и сможете полюбить одного из этих рыжих котят, позвоните по телефону 8 917 817 24 41. На эту собаку порода Джек Рассел стоит обратить внимание только людям с опытом содержания сложных по характеру собак. Лояльно относится к женскому полу, а вот к мужчинам чаще всего проявляет агрессию. Но уверяем вас, что собаки и такого плана хорошо тренируются под наблюдением опытного кинолога. Бегал в районе площади Кирова около двух дней. Когда устал, сам пошел на руки к волонтеру. В настоящее время ему ищут владельца. Джек на данный момент в поисках семьи. У Джека непростой характер. Несмотря на все свои прекрасные сильные стороны, с ним требуется время, чтобы найти общий язык. Он немного недоверчив к новым людям. К нам он привыкал каждому около недели. Но, как видите, сейчас у нас с ним все замечательно. Мы лучшие друзья. И мы надеемся, что новые владельцы также смогут стать самыми лучшими родителями и друзьями для этой замечательной собаки. Итак, любителям собак со стажем Джек Расселу ищет владельца. Обращаться 231-40-80 либо 8-937-992-40-80. Этого кота с необычной раскраски нашли в жилом районе Кошелева в зимнюю стужу голодного ищущего еду. По всем признакам он жил в квартире, но оказался на улице. То ли сбежал и не нашел дорогу домой, то ли не захотели его забирать обратно. Попал в зооцентр по программе «Потерянное животное». Пару месяцев пытались найти старого владельца. Сейчас коту Смурф ищут уже нового хозяина. Он очень социальный, он очень ориентирован на человека. Он прям как маленький компаньон, всегда рядом, всегда следует. В меру игривый, в меру ласковый. Потрясающий кот. Обратите внимание на этого замечательного кота по кличке Смурф, который готов уйти из зооцентра прямо сейчас. Он вакцинирован и приучен к лотку. Возьмите котика домой. Обращаться 231-40-80. Итак, мы продолжаем беседу. Что бы вы хотели сейчас сказать на данную минуту? Вы знаете, сейчас пользуюсь таким случаем, я хотел бы сегодня обратиться к жителям Самарской области, те, которые занимаются животноводством, птицеводством, которые в частных подворьях, в личных подсобных хозяйствах содержат животных, птицу. Необходимо сотрудничать и работать с ветеринарной службой во время приобретения, при реализации, приобретении кормов. Прояснять, сегодня очень сложная эпизотическая ситуация сложилась вокруг Самарской области по африканской чуме свиней. Мы эту проблему имели. И сегодня, значит, есть случаи АЧС африканской чумы свиней. Есть, значит, в Оренбургской области непосредственные близости наших границ. Это Борский, Кенель, Черкасский район. Это есть сегодня зафиксированные случаи в Ульяновской области, в республике Татарстан. Это все граничит с нашей областью. Поэтому я сегодня обращаюсь к владельцам животных. Сегодня необходимо содержание птицы безвыгульное, содержание свиней безвыгульное, потому что возможен контакт с дикими животными, где у нас тоже подтверждаются факты вируса носительства. Значит, сегодня идет заготовка кормов. Значит, как зерновой группы, так и грубых кормов. И я к вам обращаюсь на данный период, на данную сложившуюся эпизотическую ситуацию. Применение кормов для животных и птиц необходимо подвергнуть термической обработке. Это, так скажем, один из способов недопущения возникновения. Изолировать своих животных. Самый минимальный контакт только вы. Если оказались вы по какой-то там причине в лесу, необходимо прийти, значит, сменить одежду, только после этого идти к своим животным. Отлов бродячих собак и кошек. Насколько ваше ведомство этим занимается? Мы говорим как раз об этих 32 станциях по области. У них есть какие-то инструкции, какие-то наработки для того, чтобы именно проводить вот такую работу не только, так сказать, среди владельцев домашних и продуктивных животных, но и среди владельцев домашних собак и кошек. Ведь они же тоже являются переносчиками вот этих самых заразных болезней. Вы знаете, на самом деле мы... Да, я отношусь отрицательно по одной простой причине, что каждый владелец животного должен понимать, что есть угроза от... Значит, собачки разные бывают. Бывает, да, они какую-то там... Может быть, безобидные, но они все животные. И к животным должен быть соответствующий подход. Как владельца, так, допустим, специалиста, в частности ветеринарного, когда при проведении тех или иных мероприятий, когда начинаешь общаться с животным, я должен понимать, что это животное, что там собачка или кошечка, который может ответить тебе какой-то агрессией. И меня, как специалисту, в этом готовили, и я хорошо это понимаю. И поэтому тот бесконтрольный выгул или требований не выполняет, там намордники, поводок, он, конечно, опасен. Есть дети, есть жилые люди, да и вообще люди. Есть те люди, которые просто очень боятся. Они очень боятся животных, которые вот так вот идут без поводка, причем вроде как бы хозяин рядом. Ну, есть факты, когда происходят покусы и последствия всего этого. У вас у самого есть собака или кошка? Нет, у меня кошка есть, у меня не одна кошка, и я с ними провожу соответствующие мероприятия. Они у меня простерилизованы. Я хорошо понимаю, что на сегодня, ну, они размножаются, да, получаем приплод, и я, ну, куда-то должен деть их. И мы имеем сегодня в практике, что те люди, которые вот так, скажем, ну, может быть, немножко грубо, скажем, безответственно относятся к этому, они этот приплод полученных котят, либо щенят, они, значит, подкидывают в коробочках либо к ветлечебницам, к ветстанциям, к ветучасткам, а сегодня к приютам. Мы такую практику встречаем. Поэтому моя просьба к владельцам таких вот питомцев, я хорошо понимаю, что они члены семьи, но вот в данной ситуации необходимо, и есть условия сегодня провести в отношении их мероприятий, там, стерилизацию, и пусть он живет с вами, вакцинацию против бешенства, обработку против паразитарных заболеваний, как наружных, так и внутренних, которые могут повлиять на здоровье человека. Вот такая у меня просьба, и сегодня есть в этом, так скажем, возможность все это сделать, и живите спокойно. И самое главное, что, товарищи, дорогие, ну, если это ваш член семьи, то вы тоже как бы ответственно отнеситесь и не допускайте, чтобы она просто так побежала и где-то там повязалась и принесла вам приплод. Ну, а у нас время, время смотреть очередной сюжет из серии «Практикумы с собакой», для чего необходимо учить собаку преодолевать препятствия типа небольшого барьера, бума и лестницы. И самое главное, как этому научить. У большинства владельцев появляется желание научить своего пса преодолевать барьер, бум и лестницу. Но возникает вопрос, как этому научить? Для того, чтобы приучить собаку или научить собаку преодолевать препятствия высотой до полутора, даже до двух метров, необходимо начинать с маленьких высот. Ну, вот, допустим, как вот этот барьер. Я даю собаке команду «Вперед! Барьер!» и она практически просто перешагивает его. И так раз пять-десять, чтобы у собаки появилось понимание хотя бы на команду «Вперед! Барьер!» делать определенные действия. Вот, посмотрите. Мим, вперед! Барьер! Хорошо! Собакам прыжки через барьер заставляют удовольствие. Таких домочадцев научить прыгать не проблема. Пять-десять попыток через маленькие препятствия. И пес уже знает, как подходить к барьеру. С каждой попыткой у собаки вырабатывается хорошая прыжковая моторика. И как только вы научили собаку стабильно преодолевать барьеры небольшой высоты, вы можете переходить к барьеру уже повыше средней высоты. Также даете команду «Вперед! Барьер!» и делаете несколько попыток, поощряя потом собаку лакомством. Кстати, необязательно иметь барьер именно вот такой определенной формы, как это на некоторых спортивных площадках. Можно взять обыкновенную палочку, ну, скажем, от швабры, и на нее перевесить ткань, и вот эту палочку поднимать то выше, то ниже. Вперед! Барьер! Молодец, хорошо! Однако барьер есть барьер. А вот подняться по лестнице, тем более спортивно-кинологической, здесь с первого и даже с пятого раза не у всех получается. А ведь иногда в жизни собаке возникают такие моменты, когда приходится подниматься по крутым лестницам. Для того, чтобы научить собаку подниматься по крутым лестницам, есть два способа. Первый – это за счет лакомства. Постепенно, пронося руку вверх, вы приучаете собаку спокойно носиться вот к таким вот ступенькам. И второй вариант – это все-таки показать собаке, что надо подниматься наверх без лакомства. Для этого берем поводок, и если у вас нет шлейки, то можно сделать импровизированную шлейку, пропустить поводок под грудиной и дальше начинать подъем. Когда у собаки нарабатывается навык преодоления препятствий или моторика шага лап на подъеме под нестандартным лестницам, собаке уже будет проще заходить на лестницу в доме или в квартире, запрыгивать в машину или на любую другую возвышенность. У меня собака буквально поняла, что я от него требую. Буквально за день отрабатывали мы на протяжении трех дней и в течение 70 занятий он уже выполнял мои команды на 100%. Я потратил на это примерно месяц. Чтобы собака поняла, что делать, я на это потратил буквально один день. Заметим, в активной жизни владельцы и собаки эти навыки всегда пригодятся. Очень важный вопрос, который сейчас обсуждается в обществе среди волонтеров, среди владельцев собак. Это законопроект, который предусматривает наказание нерадивых владельцев собак и кошек за то, что они выгуливают собак в свободном выгуле. Вопрос, ну, хорошо, вот собака бегает, а как доказать, что она собака этого хозяина? И какие у вас есть предложения по этому поводу? Вы знаете, наверное, без этого, вот в результате всех этих мероприятий, принятого закона, без этого не обойтись. Может быть, кого-то на самом деле и не найдут, не вычислен, да, но, как правило, подскажут, соседи подскажут. Думаю, что без этого в настоящее время не обойтись. И как только мы надеемся, что он выйдет, выйдет по одной простой причине. Вот я перед этим, тот вопрос, который вы задали, я не полностью на него ответил. Вы говорите, чем, какое отношение имеют наши структурные подразделения к этому, значит. Я отвечу, что те наши и вся государственная ветеринарная служба, она имеет самое прямое отношение, это по лечению и профилактике заболеваний данных животных, о которых мы говорим. Отлом ветеринарной службы не занимается, и нас этому, ну, по-хорошему не учили. Нас учили лечить и делать профилактику. Значит, какое имеет отношение департамент к ветеринарии? Мы сегодня являемся ГРБСниками, то есть главные распорядители средств, которые доводятся до муниципалитетов. Тот закон 498, который был принят, он, значит, сегодня работает, и мы... Насколько эффективно он работает, вот на ваш взгляд, или все-таки следует его как-то доработать? И меня больше всего интересует, не только меня, но и общественность интересует вопрос, скажем, вот смотрите, приюты сейчас переполнены, переполнены. Немало там, ну, треть, наверное, собак таких, которые проявляют агрессию. Все-таки вопрос об автаназии встает этот вопрос. Вот смотрите, наверное, мне этот вопрос задавать, как бы, ну, не совсем что ли правильно, по одной простой причине. Я еще раз говорю, повторюсь, что мы сегодня не те люди, не та специальность, мы гуманитарная наша профессия, и вот принимать такое решение или высказывать по этому поводу, наверное, будет неправильно. То, что есть агрессивные животные, есть. То, что, значит, есть те животные, у которых есть травмы, несовместимые с жизнью. Здесь, да, ветеринарный врач принимает, так скажем, решение и говорит, что у данного животного, значит, те травмы, которые он получил, они несовместимы с жизнью, и, возможно, эртаназия. Да, тот, значит, процент, вот вы говорите, третий животных, значит, те зоозащитники, волонтеры, приюты, специалисты, которые уже не один год занимаются этим, они говорят, что у нас есть практика общения, значит, с другими регионами, таким, как Нижний Новгород, значит, они говорят, что там процент невысокий, два процента, не более вот таких животных. Вот сейчас правительством, губернатором Самарской области делается все для того, чтобы таких животных изъять, да, изолировать и на постоянное, значит, содержание их в наших приютах. Выделяются средства для расширения, вот, имеющихся в области приютов. Деньги, эти средства уже выделены, и они будут доведены до наших вот приютов, которые готовы будут расшириться и забрать из среды обитания таких животных. Спасибо большое. На мой взгляд, если еще дополню, на мой взгляд, 498, на мой взгляд, он недостаточно совершенный по одной простой причине. Я как специалист, как ветеринарный врач говорю, что если мы сегодня или те приюты, или те организации, которые занимаются отловом, мы, значит, провели те моменты, это отлов, стерилизация и вакцинация, которые дает иммунитет на один год. А после одного года что? Они же остаются среди обитания, да. То есть вот в этом моменте, вот, я считаю, что здесь есть недоработки, и как сегодня, значит, проводить эту работу, либо повторно отлавливать, но закон говорит только так. Вот на это вы можете использовать средства. Да, спасибо большое. Итак, к сожалению, я должен констатировать, что наш эфир закончился. Очень интересно было вас послушать. Была весьма увлекательная беседа. Думаю, для всех, кто интересуется темой домашних животных, и не только, у нас в студии был руководитель департамента ветеринарии Самарской области Вячеслав Николаевич Ильичев. И я думаю, надеюсь, что вы еще раз придете к нам в студию в этом году, и вы, так сказать, все-таки уделите нам немножко времени своего для того, чтобы опять поговорить и рассказать о каких-то новостях. Спасибо. Я готов взаимодействовать по одной простой причине, что мы должны доводить до нашего населения, до наших граждан нашей области, чтобы они понимали, владели. Ну, понимать-то я точно уверен, что они все понимают. Ну, вот по сложившейся ситуации доводить вовремя, своевременно, до наших граждан, владельцев животных, как продуктивных, так и непродуктивных. Спасибо большое. До свидания. Всего вам доброго. Всего хорошего.